Всем привет друзья мои! В данном видео я хотел бы поделиться с вами информацией о неплохой игре с дропом продаваемых вещей в Steam инвентарь. Игра уже набирает популярность, довольно таки интересно это PvP и PvE бои на аренах с демоническими существами и живыми игроками. Как видите на странице магазина она совершенно бесплатна, вот так вот она выглядит. В игре есть достижения, есть 3 игровые покупки, есть куча-куча дополнений, которые периодически выпускаются. И причем при покупке дополнений вещи с дополнением можно отправить в Steam инвентарь и они подлежат продаже. Некоторые вещи стоят дороже чем само дополнение. Вещей на торговой площадке очень много, стоят от копеек и до тысяч и покупаются очень хорошо. Единственное что когда вы получите вещь, ее нельзя будет продать 7 дней, а потом можно. Ну давайте покажу в игре и расскажу как же тут получать вещи. Но прежде чем начать, расскажу о самом главном. Это здесь вещи Steam инвентарь не сами летают, а вам их нужно будет перебросить в специальном меню. В игре есть 2 меню. Первое при нажатии кнопки R это меню экипировки персонажа. Здесь вы будете одевать на персонажа все что у вас есть. Одежду, броню, оружие, кристаллы кармы, которые будут использоваться в бою для всяких магических ударов. Здесь также вы можете посмотреть информацию о персонаже своем, об аккаунте, информацию о карме, как прокачивать оружие, сколько очков нужно и информацию о доверии и разговорах с персонажами. Но об этом чуть позже. Так и второй инвентарь это нажимаете Escape и переходите вот сюда в инвентарь Steam. Здесь собственно вы и будете отправлять полученные вещи в Steam инвентарь. Здесь у вас 2 окошка. С правой стороны это внутриигровой инвентарь и с левой стороны окошко с вещами, которые вы отправили в Steam. Сейчас вот я покажу примерно как это отправляется. Я из Steam отправлю обратно вещь внутриигровой инвентарь. Вот я меч отправляю. Смотрите, он отправился. И видите, желтая надпись E, то есть это вещь экипированная. Экипированные вещи нельзя отправить в Steam инвентарь. Поэтому сначала снимите экипировку, а потом отправляйтесь. Здесь много всяких окошек. Смотрите, и разнообразие оружия, костюмы, аксессуары, кристаллы кармы всевозможные. Вот как видите, клацайте по всем надписям. И смотрите, какие вещи мы выпали. Отправляйте Steam. Не все вещи будут продаваться. Часть из них просто будет отправляться лежат в Steam инвентаре, а часть будет подлежать продаже и обмену. Но об этом чуть попозже расскажу, какие вещи продаются. Ну а теперь, пожалуй, начнем разбирать, как же получать вещи. Первое, это за что получать вещи можно, причем не играя в игру. Говорится, для лентяев. Афк стоять вот здесь, в предлобе. Но это во время ивентов. Часто происходят ивенты, и здесь всевозможные награды и подарки. Чтобы знать информацию, какие подарки, когда происходят ивенты, вам лучше всего, конечно, следить за центром сообщества игры, подписаться. И вы будете получать информацию, когда проходит ивент. И, как правило, награждение за ивент происходит за нахождение какого-то времени в игре. Вот, смотрите, сам центр сообщества. Здесь вам нужно, сейчас я отпишусь, подписаться, и вы будете в курсе всех новостей. Под видео я оставлю ссылочку на центр сообщества, кто не знает, где его найти. Также можно, если вы подпишитесь, следить в ленте активности за сообщениями из игры. Далее, за что мы еще получаем награды. Это за ежедневные и еженедельные задания. Выполняем их, вот с правой стороны написано, и получаем награды. Следующее, вы видели у меня надпись с левой стороны, это общение с персонажами. Не живыми, а с ботами. За общение вы тоже будете получать всякие вещички. Вот, как видите, здесь браслеты, экипировка, всевозможные луки, посохи и так далее. Чем больше вы будете общаться и налаживать дружеские отношения, тем больше наград вы будете получать. Как правило, вещи, которые вы получаете из общения, продаются тоже не все. Но продаются на торговой площадке практически все кристаллы кармы, с помощью которыми вы будете делать суперудары. Так, сейчас вот я показываю тут классы. Смотрите, разнообразные вещички можно получать. Пообщались там, сделали боевую миссию, поговорили, подружились и все нормально. В принципе, вы получили новые предметы. Так что здесь, я думаю, будет не сложно. Разберетесь. Игра на русском языке. Кому что-то будет не мое-то под видео, задавайте вопросы, отвечу. Далее, за что мы получаем награды и вещички? За выполнение заданий. Здесь ПВЕ миссии и ПВП. Выполняйте задания, получаете всевозможные очки. И за эти очки, друзья мои, вы будете улучшать экипировку персонажа. А за монетки и очки покупать ящики. Как вы набрали определенное количество очков, у вас подсвечивается ящик. Далее, подходим сюда и покупаем ящик, друзья мои. Есть ящики за 18 тысяч монеток, но это дорогие. Я покупаю ящики за 6 тысяч монеток. Какой хотите, покупайте. Вещи с них выпадают. И практически все продаются на торговой площадке Стима. Ну, в принципе, мне все, что выпадало, все продавалось на торговой площадке Стима. Вот я купил ящик. И каждый ящик еще нужно открывать за какое-то количество монет. Но, как правило, если ящик подсветился, значит его можно приобрести и сразу открыть. Вот я сейчас его открою по-своему, что выпадет. О, мне выпала кошка-обнимашка. И, насколько я помню, смотрел я на торговой площадке, эта вещичка стоит где-то в пределах 250 рублей. 250-300. Вот так точно не скажу цену, но и не буду смотреть. И сейчас я зайду в меню копировки и посмотрю, куда же она применяется. Она одевается на спину. Смотрите, вот такая прикольная кошка за шею обняла и висит, обнимается. Но я ее использовать не буду. Зачем она мне нужна, хотя она дает немного выносливости. Каждая вещь, кстати, которую вы одеваете, она улучшает навыки персонажа. Поэтому внимательно читайте, какая вещь что делает. Далее, вот опять сейчас я перейду в инвентарь Steam. Аксессуары и спина. И эту кошку-обнимашку я... А, я не могу ее перенести, видите, потому что я экипировал ее. Сейчас сниму я со спины. Все вот здесь снял. И захожу в инвентарь Steam. И, друзья мои, сейчас я ее отправлю в Steam. Ну и напомню еще раз, отправленные в Steam инвентарь вещи можно будет продать через 7 дней. А далее, друзья мои, я без звука покажу на примере один из моих боев. Так что всем спасибо за просмотр под видео. Задавайте вопросы в комментариях. Ну и, надеюсь, помог данным видео. Так что всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok